десятое занятие и сегодня соответственно говорим про метод штрафов вот и связано с ним метод один из самых популярных тоже методов оптимизации а дмм так хорошо хорошо ну что мы все еще продолжаем с вами решать задачу оптимизации все еще этой задачи есть какие-то ограничения вот в данном случае я пока ограничиваюсь только ограничениями вида равенств ну и соответственно сразу же у меня возникает к вам такой вопрос давайте возьму некоторую константу ро просто какое-то число и немного модифицирую мою целевую функцию ограничения я не трогаю соответственно в целевую функцию я вписываю вот такой вот дополнительный член такую вот добавку вот что можно сказать измерил изменилась ли у меня задача как тогда поменяется решение если добавил вот такой вот кусок туда так минимум мог увеличится не увеличится именно значение минимума или . значения так у кого еще какие версии да то есть на множестве на котором мы решаем эту задачку она вот она 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 задается с помощью ограничений на этом множестве вот эта добавка чему ровно нулю поэтому я добавил за бесплатно считаете то есть она мне вообще никак не поменяла задачу просто на том множестве на котором я решаю задачку там ничего не происходит там соответственно это добавка 0 и она на нее никак не влияет вот поэтому вот то что сейчас написано здесь это две эквивалентные задачи верхней и нижней соответственно да но где была соответственно нижняя задача хочется ее теперь сделать более дружелюбной и соответственно уже в данном случае мы убираем ограничения убираем ограничения и оставляем уже задачу без условной оптимизации мы решаем ее на rd но вот соответственно функциям функция целевая который теперь хочу минимизировать она выглядит следующим образом это не просто моя исходная целевая функция ну плюс это добавка которую соответственно называют штрафом штрафом за то что вы не удовлетворяете ограничение соответственно удовлетворяете ограничением штрафа равен нулю не удовлетворяете штраф соответственно начинает расти в зависимости понятно от роя ну и в зависимости от того, насколько вы не удовлетворяете ограничения. В итоге мы получаем вот такую целевую функцию, с которой и хотим взаимодействовать. Ну а сейчас что думаете, сильно ухудшилась задача или нет? Какие вот первые мысли, когда вы смотрите на что-то вот такое и вспоминаете исходную задачу? Неэквивалентно, да. Как это можно понять? Какие вот первые мысли есть? Будут ли выполняться ограничения или нет? Да, соответственно, тут, если мы, например, ROV возьмем не особо большим, то, например, значение штрафа, ну оно может быть вообще не особо влияет на целевую функцию. И в принципе, то есть под штрафной функцией может стоять значение, которое стоит здесь, оно может быть не нулевым, вот, и даже довольно большим, если ROV совсем маленькая, вот. В связи с этим как бы возникают какие-то первые наблюдения. Да, соответственно, хорошо, что мы перешли от задачи с ограничением к задачи без ограничений, такую задачу приятнее решать, методы мы для нее знаем, но, соответственно, предполагается, что вот здесь мы уже за пределы наших ограничений можем спокойно выходить, то есть вот такой штраф, он не запрещает нам выходить за ограничения, ну пошли мы куда-то вбок, ну штраф начал потихоньку расти, вот. Ну, соответственно, не проблема, возможно, при этом там у меня целевая функция уменьшается, ну, то есть вот функция F. Мы же для этого решаем на задачу на множестве, потому что, скорее всего, глобальный минимум у него находится где-то в другом месте. Ну вот уходим мы от штрафа. Штраф увеличивается, а функция при этом уменьшается, и непонятно, что уменьшается быстрее. Соответственно, это в некотором смысле тоже борьба и баланс здесь. Единственное, что вот хорошая интуиция, когда мы Rho устремим в бесконечность, и что у меня будет, когда x удовлетворяет ограничениям? Чему это равно? Только что обговаривали. Это просто F, да. Это просто моя целевая функция. А если x не удовлетворяет ограничениям, то чему это равно, если Rho? Это плюс бесконечность. То есть вот в такой интуиции это действительно работает хорошо. Rho большое, прям огромное. Ну и тогда реально мы по факту работаем на нашем целевом множестве, которое у нас было изначально задано с помощью ограничений. А, соответственно, вне этого множества у нас просто функция равна плюс бесконечности, и мы туда не заходим. Вот. Это хорошо, это хорошо. Поэтому все же появляется какая-то надежда, что взяв достаточно большой Rho, можно вот эту задачу, которая у нас написана, отрешать так, что действительно получено здесь решение, будет неплохо так аппроксимировать то решение исходной задачи, которая у нас была. Окей. Почему нет? Давайте разбираться, насколько вообще мы хорошо это все можем сделать. Вот. Мы прикоснемся только к каким-то основным результатам. Но сначала покажу, как, например, это можно сделать для задачи с ограничением типа неравенства, как их можно запихать в штраф. Вот. Аналогичным образом, что нужно сделать. Мысли, идеи. Неравенство с неотрицательными коэффициентами. Как это записать? Ну вот добавляем, например, к штрафу неравенства какой-нибудь. Вот так вот просто добавляем. Ну это вроде не совсем правильно, потому что кажется, что… Во. Вот это хорошо. То есть вот так вот, например, нормально. То есть как раз если у меня G меньше нуля, вот, у меня срабатывает в максимуме ноль, и, соответственно, к штрафу прибавляется ничего. Вот. Если, соответственно, G начинает расти и становится больше нуля, тогда срабатывает, соответственно, уже штраф. Ну здесь можно еще квадратик и квадратик дописать, чтобы все четко совсем было. Вот. Понятная идея, да? Как, соответственно, сюда можно еще запихать что-то вида неравенств. квадрат, 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 квадрат. А какая разница, я снаружи или внутри поставлю. Вот. Ну все равно у меня функция положительная. Ну можно, наверное, и без квадратов. Да, это правда. Вот. Ну можно и с квадратом. То есть здесь квадрат не обязательно. Штрафуем и штрафуем. Функция положительная. Окей. Так. Хорошо. Хорошо. Идем дальше. Давайте попробуем потихонечку, по чуть-чуть вообще поразбираться за свойствами, которые у нас есть у этой задачки. Вот. Чтобы понять, насколько вообще мы делаем что-то адекватное. Первое свойство довольно простое. Первое свойство довольно простое. Пусть мы нашли… У нас есть решение x со звездой, наши исходные задачи с ограничениями. Вот. И есть x-ро со звездой. Это решение нашей новой, безусловно, задачи оптимизации, но, соответственно, с дополнительным штрафом. Нашей вот штрафной задачей. Вот. Ну хочется показать, что будет выполнено следующее отношение. Оказывается, значение в точке, вот, которую мы нашли с помощью штрафной задачи, будет меньше либо равно, чем значение в реальной целевой точке, которую мы ищем в исходной задаче. Факт довольно простой. Что мы делаем? Давайте посмотрим, скажем, что если у нас x со звездой – это решение нашей исходной задачи, почему выполнено вот это равенство, как думаете? Да, потому что x со звездой – это решение задачи, значит, он удовлетворяет всем ограничениям. Значит, штрафная функция для нее равна нулю. Дальше, соответственно, что я говорю? Ну давайте я разморожу точку, потому что x со звездой – это теперь не минимум, возможно, не глобальный минимум моей функции штрафной. И здесь будет какая-то, может быть, другая точка стоять, которая дает минимум штрафной функции. Ну вот я ее и подставляю. Понятно, что здесь знак будет меньше либо равно. Ну а дальше как я рассуждаю? Говорю то, что у меня штраф – это вещь не отрицательная. Поэтому если я уберу из функции штраф, то, соответственно, функция станет только меньше. Ну не больше, не увеличится. Окей? Все довольно просто. Но главное, какую интуицию это нам дает? То есть то, что вот точку мы нашли, в ней функция будет обязательно меньше. Ну не больше, не больше. Но вот в случае, когда меньше, что это значит, если у нас вот так вот выполнилось? Что это значит? Ну может ли такое быть, если мы, например, находимся в пределах наших ограничений? Да, мы попали в множество за пределами, потому что просто по определению глобального минимума задачи, х звездой – это решение, глобальный минимум, когда он, соответственно, меньше либо равен значению в нем, меньше либо равно любому значению в пределах этого множества. А здесь, соответственно, мы получаем то, что у нас значение в нашей точке, которое мы нашли, может быть вообще меньше. Получается, мы точно за пределами находимся. Ну либо, если у нас равенство, то мы прям идеально попали. Ну, чаще реализуется как раз второй случай. И действительно, когда вы применяете метод со штрафами, вы по факту выходите за пределы множества. Вот плохо это или хорошо, зависит от конкретной задачки. Потому что где-то это позволительно, где-то непозволительно. Потому что в любом случае у вас есть вычислительные какие-то огрехи. И даже решая точно задачу, например, исходную, какими-то другими методами, вы все равно получите решение, которое, скорее всего, из-за каких-то небольших вычислительных огрехов, ну, да там, на какие-то малые порядки, отличается от, ну, не удовлетворяя от ограничений. Ну, в пределах погрешности какой-то машины точности. Ну, и здесь то же самое. Понятно, что подбирая большое РО, можно вытянуть. Ну, вот это мы сейчас как раз и попробуем понять. Вот. Большое РО, соответственно, кажется, что это может помочь. Ну, давайте, соответственно, попробуем это подоказывать. Первое свойство, которое связано с подбором РО, это то, что увеличение РО влечет за собой вот такое вот соотношение. То есть значение штрафа с увеличением РО уменьшается. Ну, не увеличивается. Не увеличивается. То есть берем больше РО, значение штрафной функции в том решении, которое мы найдем, минимизируя, безусловно, задачу со штрафом, станет меньше. То есть чем больше РО, тем, соответственно, меньше значение штрафной функции, тем меньше вы выходите за пределы ограничений. Вот. Давайте на отдельном листике чиркну доказательства здесь. Давайте. Тут на самом деле несложно, просто нужно в две стороны записать. Пусть у меня есть сначала одна задачка, которая со штрафом, например, РО 2, который меньше. И есть, соответственно, вот эти ограничения. Вот. У этой задачки есть свое решение. Например, обзовем его ХРО 2 со звездой. Это решение. Решение. Вот. Ну, тогда по свойству решения, так как мы решаем задачу безусловную, безусловную, вот, да, и если бы даже условная была, у нас что бы справедливо, Х1, здесь РО 1 со звездой, вот это будет решение задачи с РО 1, плюс РО 2 сумма штрафов, здесь ХРО 1 со звездой, ну, это все, понятно, будет меньше либо равно, чем значение в точке РО 2. Так? Ну, это просто из определения того, что я работаю с минимумом моей штрафной задачи. Окей? Здесь вроде ничего сложного. Аналогичную вещь я могу записать и для задачи, когда я поменяю РО 2 на РО 1 и в обратную сторону. Ну, то есть подставил теперь РО 1, и здесь будет Х со звездой РО 2 плюс РО 1, H и в квадрате, Х со звездой РО 2, меньше либо равно, чем Ф, Х со звездой РО 1 плюс РО 1 и штрафы. Здесь согласны? Так, теперь я суммирую эти две строчки, вот, видно, что будут по красоте уходить вот какие-то такие слагаемые, которые завязаны на функцию F, и, соответственно, вылезет что-то довольно хорошее. Давайте сразу я подобные приведу, вот 1, 2 и 1, 2, 1, 2. Сейчас я там с рожкой, будет РО 2 минус РО 1 сумма ошитых Х со звездой РО 1 меньше либо равно, чем РО 2 РО 1 сумма ошитых в квадрате Х со звездой РО 2. Вот, ну а все, дальше я говорю то, что у меня по предположению РО 2 меньше, чем РО 1, или наоборот, или как-то, как я там предполагал. Что у меня тогда получится? Ну, тут неважно, давайте пусть будет РО 2 больше, чем РО 1, тогда я когда разделю обе части неравенства на РО 2 делить на РО 1, знак не поменяется, и тогда у меня окажется, что значение штрафа точки в решении задачи с РО 1 будет больше либо равно, чем значение в решении задачи с РО 2. Окей? В формулировке, может быть, по-другому было, там РО 1 было больше, но это неважно, господи, поменять местами. Все, здесь простой факт, который, в принципе, нам дает хорошую интуицию в плане того, что мы хотя бы понимаем, что увеличение РО может привести к каким-то вещам в духе того, что действительно у нас штраф хотя бы не будет увеличиваться. Штраф хотя бы не будет увеличиваться. Так, сейчас более такая теорема существенная. Выглядит она следующим образом, немного так замудренно формулируется. Пусть у нас, опять же, есть функции вот эти, наша задачка с ограничениями, эти функции являются непрерывными. Вот. Есть у нас множество х звездой, это множество решений исходной задачи, предполагается, что оно не пусто. Вот. Дальше, соответственно, что? Дальше мы рассматриваем вот такого рода множество. Вот. Это просто, соответственно, значение... Это те... В это множество у входят те точки, где, соответственно, у меня f от x меньше, чем f от x с звездой. Вот. f от x с звездой — это у меня значение, соответственно, на моем множестве, которое задано ограничениями. Вот. А f от x — это, соответственно, тут уже в у могут вводить точки, которые и ограничения не удовлетворяют. Вот. И предполагается, что это множество ограничено. Вот. Ограничено. Сейчас мы как раз... Ну, давайте, можно даже сразу обсудить, зачем вообще это нужно. Вот. Потому что, ну, мы сейчас будем как раз работать со штрафной функцией, как-то говорить про ее решения, где они лежат относительно решений нашей исходной задачи. И зачем я вообще ограничиваю вот это множество у? Вот. В пределах самого множества, на котором мы решаем нашу исходную задачу с ограничениями, с функцией может быть все хорошо. Она действительно там принимает какое-то конечное значение, возможно, даже уникальное, если повезет. Вот. Это минимальное ее значение. Вот. Что может происходить за пределами этого множества, никто не знает. Ушли за пределы, вышли, наткнулись, например, на такую ситуацию, когда, ну, даже выпуклая функция просто уходит в минус бесконечность. Ну, соответственно, да, чтобы этого избежать, а в работе со штрафными функциями мы в том числе этого хотим избежать, потому что, ну, добавили какую-то линейную функцию, вот, и она у вас сразу в минус бесконечность поползла. Этого хочется избежать. Соответственно, предполагается, что вот у нас функция f, ну, вот те значения, которые меньше, чем f от x звездой, то их ореол обитания ограничен. Ореол обитания ограничен, чтобы как раз не уползти в минус бесконечность и работать со штрафной функцией, хотя бы какие-то гарантии иметь. Иметь то, что мы не решаем какую-то бесполезную задачу. Вот. Ну, то есть бессмысленно решать задачу, которая там минус где-то в минус бесконечность, там минимум где-то в минус бесконечности болтается. Вот. А про что вообще теорема? Теорема про то, что вот если у нас есть какое-то эпсилон, произвольное, тогда существует некоторый подбор параметра ρ, подбор параметра ρ, и оказывается, что вот множество решений штрафной задачи, множество решений штрафной задачи, как раз на самом деле вот это условие гарантирует, что это множество не пусто, вот, если исходное множество x звездой было не пусто. Вот. Для любых ρ, которые больше подобранного нашего ρ ε, окажется так, что вот множество решений задачи штрафной будет лежать в некоторой ε-окрестности исходного множества решений. Понятно, да? То есть берем наш исходное множество, чуть-чуть его раздуваем на ε, ну, вот здесь вот как раз чуть-чуть отступаем от него на ε, был шарик, например, стал шарик плюс ε. Вот. Немного раздули, и оказывается, что вот можно всегда подобрать такое ρ, что множество решений уже задачи со штрафом будет лежать в пределах вот этого раздутого шарика. Понятно, что если хочется взять довольно маленькое ε, вот, видимо, берется большое ρ, и получается, что вы почти совпали с точки зрения именно вот этих множеств решений, где они относительно друг от друга лежат. Окей? Окей. Ну, давайте попробуем это подоказывать. Давайте попробуем это подоказывать. Вот. Пойдем от противного, пойдем от противного, и, соответственно, будем предполагать, что у нас, ну, вот так случится, что множество не лежит. Ну, и, соответственно, что там предполагалось у нас существование ρ ε, и для него следовало, что для любого ρ больше, ρ ε у вас, соответственно, x ρ со звездой. Давайте. Вкладывалось в это. А теперь я хочу пойти от противного и говорю то, что у меня существует некоторая последовательность ρ, и, т.е., ρ, и, т.е., которая устремляется в бесконечность. Ну, вот здесь, понятно, ρ. Оно просто больше, чем никакого-либо ρ ε. И понятно, что если я не устремлю эту последовательность плохую в бесконечность, я просто ρ ε могу чуть-чуть поднять, и тогда вот у меня все, которые не попали, вот, они зажуются, и у меня все ρ будут нормальными. Вот. Я ввожу последовательность ρ, и, т., которые устремляют к бесконечности, и вот для этой последовательности у меня x, и, т.е. со звездой не вкладывается в x ε. Второе утверждение я могу, кстати, переписать чуть даже по-другому. Я могу сказать, что существует некоторый x маленький, и, т.е. со звездой. Такой, что он не лежит в x ε. Так, ну, это по факту как раз то, что у меня не вкладывается. Существует который элемент, который где-то лежит за пределами. Окей? И, понятна суть, да, что произошло? Как мы идем от противного? Вот. Хорошо. Так, это мы с вами предположили. Давайте, соответственно, подумаем, подумаем, что мы можем сказать про значение в точке и x. Вот, и x я все еще напишу, давайте, из ρ и того, чтобы... Вот, он в ρ и там лежит, а в ρ и ε не лежит. Вот. Что мы можем сказать, например, как соотносятся вот эти два, две вещи? Значение в точке x со звездой и значение в точке x со звездой, где x со звездой — это решение. Исходная задача с ограничением. Что мы можем сказать? Давайте без стремлений. Просто вот есть одно значение, есть другое. Что можно? Меньше либо равно. Почему? Потому что мы только что с вами это доказали. x и t со звездой — это же у меня решение задачи со штрафом, где штрафом они определяются ρ и тем. Так? А мы поняли то, что эти решения, они меньше либо равны, чем... Ну, значение функции в этих решениях меньше либо равно, чем значение функции в исходной... в решении исходной задачи. Согласны? Вот. Допишу, чтобы это было понятно, потому что мы это вроде как только что с вами доказали и довольно просто доказали, там в одну строчку это все делалось. Хорошо. Поняли, что у нас вот так вот. Но и как раз тут срабатывает то предположение, которое я делал насчет множества u, что множество u у меня ограничено вот тех значений, получается, что вот x... Отсюда получается, что у меня x и t, вот этот, лежит в u, которая ограничена. Так? Хорошо. Понятно, что мы вот ввели какую-то последовательность. x и t со звездой — это тоже некоторая последовательность. Но про x и t со звездой мы узнали, что она... вот эта последовательность лежит в некотором ограниченном множестве. Вот. Что мы тогда можем сказать про такую последовательность? Какие факты? Да. Это первый курс Маттана, теорема Бальцана-Вейерстрассе, да, по-моему? Бальцана-Вейерстрассе, что у вас существует... у ограниченной последовательности обязательно существует один частичный предел, ну, вот одна сходящаяся под последовательность. Дальше, соответственно, Бальцана-Вейерстрассе теорема. Вот. И мы рассматриваем уже вот эти точечки x стильды со звездой, которые сходятся к некоторой x стильды просто. x и t стильды со звездой — это мы нашли как раз сходящуюся под последовательность. Вот. Окей? Вот. Сходящаяся под последовательность. Хорошо. Ну, я на самом деле не зря брал еще и непрерывные функции, что у меня функция f непрерывна, что у меня функция h непрерывна. Что мы можем сказать теперь про значение функций? Вот так. Как мы можем, например, связать значение функции вот это, вот это, и, соответственно, ну, давайте их пока, вот эти два значения, свяжем. Что мы можем сказать, если у меня функция f непрерывна? Если у меня x и t стильды стремится к x стильдой, что будет? Ну, тоже стремится, потому что есть непрерывность. Это эквивалентное определение непрерывности. Согласны? Вот. То есть вот здесь в пределе и стремящемся к бесконечности будет просто равенство. Это одно из эквивалентных определений непрерывности. Вот. Функции. То, что под последовательность точки стремится. Окей, супер. Хорошо. Мы поняли то, что у меня под последовательность, вот, значение вот это будет стремиться сюда. Вот. А это что значит? Это что значит? То, что у меня значение x звездой. Я же знаю, что у меня вот эти все f иксы, они меньше либо равны, меньше либо равны, меньше либо равны, чем f от x звездой. Так? Ну тогда и f стильда у меня будет меньше либо равна, чем f от x звездой. Так? Хорошо. Так. Запомним этот факт. Это первый факт. То есть пока он нам ни о чем не говорит. То есть это понятное свойство, которое, в принципе, следовало из того, что мы берем иксыты. Иксыты — это вот решение нашей задачи со штрафами. Ну и окей. Возможно, просто икс тильды со звездой. Ну, тоже лежит за пределами множества. Ну, это просто какое-то более классное решение, которое еще глубже опускается. Ну, тоже лежит за пределами множества. Просто ближе к честному глобальному минимуму безусловной задачи оптимизации, если бы у нас в исходной задаче не было бы ограничений. Вот. Но на самом деле сейчас мы покажем, покажем, что x стильдой, оно еще и лежит в самом множестве. Лежит в самом множестве исходном с ограничениями. А значит, x стильдой будет являться решением. Потому что вот это как раз определение глобального минимума. Потому что x со звездой у нас — это что? Это глобальный минимум. Если другая точка, которая тоже принадлежит тому множеству, дает значение функции меньше либо равно, то понятно, что она тоже глобальный минимум на таком множестве. Вот. Давайте подоказываем. Сейчас место я себе освобожу. Так, бла-бла-бла, это мы с вами доказали. Так, это мы с вами обсудили. Так, теперь, соответственно, да, доказываем то, что у нас выполняются ограничения. То есть хочу доказать то, что у меня x стильдой со звездой удовлетворяет ограничения. Ну, а еще раз от противного. Получается такая вложенность у нас от противного. Мы начали исходно доказывать от противного. Сейчас еще этот факт докажем от противного. Ну и вырулим в итоге к исходному. Так, ну от противного что тут? Вот, говорим то, что раз хотим от противного, поэтому предположим, что какое-то есть ограничение, которому вот хотя бы единственное ограничение наше вот x стильдочкой не удовлетворяет. Вот. Ну и посмотрим, что, соответственно, будет. Опять же, в силу того, что у меня функции h непрерывные, функции h непрерывные, функции h непрерывные, что я могу сказать? Я могу сказать, что вот значения h катова в точках x и t со звездой стильдой, то есть нашей вот этой подпоследовательности, исходящей к x стильдой, они будут больше либо равны, чем 1 вторая h, ну давайте по модулю возьму, по модулю h стильдой со звездой, которая, соответственно, не равно нулю, которая там по модулю, соответственно, будет прям больше нуля. Вот. Почему так? Ну это понятно, для какой-то достаточно больших i. Так? Опять же, все это происходит из-за непрерывности. Согласны? Потому что у меня, соответственно, вот это должно стремиться к h катому x стильдой. Вот. И понятно, что в какой-то момент мы просто действительно окажемся в эпсилонокрестности вот этой точки, вот этой точки, ну, соответственно, выйдем за пределы 1 вторая этой точки. Ну вот это. То есть просто значение станет ближе. Ближе для какого-то эпсилона, ну и, соответственно, для таких i это будет выполняться. Окей? Хорошо. Так. Ну тогда, что я могу теперь сказать про мою... про мою вот эту функцию. Давайте я прям для каждой x и это стильда я выпишу его функцию, подставлю сюда x и это со звездочкой. Ну и что там будет получаться? с тильдой, со звездочкой, плюс ро и тильда ограничения h и t в квадрате, x и t, вот так вот. Окей. Выписал. Что будет происходить, когда я вот это все безобразие устремлю по i к бесконечности? Куда она будет стремиться? К бесконечности. Почему? Потому что первый член у нас стремится просто к f x стильдой, что, в принципе, просто какое-то конечное число. Но когда я еще вот это начинаю устремлять, то есть одно из ограничений у меня точно не срабатывает. Ограничение h ката у меня не срабатывает. По предположению наше мы идем от противного. Вот. Оно не срабатывает. Тут появляется какое-то значение. Тут начинают значения вот эти h и ты, x и ты быть больше нуля конкретно. Вот. Даже больше, чем одна вторая вот h ката вот эта. Сейчас. Одна вторая h x со звездочкой. с какого-то момента. Но при этом еще и row улетает в бесконечность, потому что это же тоже последовательность, которая зависит от и. Вот. Ну и когда, соответственно, row умножится на какое-то неотрицательное число, которое строго больше, чем одна вторая h в точке x, h ката в точке x стильдой, то, соответственно, у меня это все в бесконечности улетит. Так? Согласны? Хорошо. Хорошо. Так. Ну и в принципе, на самом деле на этом мы и с вами и заканчиваем. Так как почему? Потому что у нас, мы с вами знаем то, что у меня есть значение в точке x со звездой, и значение для любой функции вот здесь вот, вот здесь вот, должно быть меньше, чем значение f от x со звездой. вот. Это значит, что у меня x стильдой со звездой удовлетворяет ограничением раз, вот, плюс f в точке x стильдой меньше, чем f от x со звездой, меньше либо равно, чем f от x со звездой. это значит, что у меня x стильдой со звездой — это решение исходной задачи, просто по определению. вот. Так. Вот. Так. Хорошо. Согласны? Согласны? Ну и получается, что я буду оказываться и вот в этом множестве. А мы сказали, что вроде как мы строили последовательность изначально вот эту икситую, так что вот они не лежат в эпсилон окрестности множества x со звездой. Окей? Понятно здесь, да? То есть получилось, что действительно для любого эпсилона мы подбираем ρ, и у нас все это лежит компактненько. Вот эти два множества, они, можно считать, там, эпсилон совпадают. Вот. Хорошо? Хорошо. Так. Чуть-чуть быстренько обсуждаем, чем мы поняли про метод штрафов. Супер плюс — это то, что условная задача становится безусловной. Поняли то, что с увеличением ρ приближаемся к исходной задаче — тоже, понятно, хорошее свойство. Вот. Но это же свойство в некотором смысле и не хорошее, потому что, во-первых, а, мы выходим за пределы множества, и это происходит, ну, вот для любого, чаще всего происходит для любого ρ неравного плюс бесконечности, а на практике это всегда так. Вот. И, возможно, для каких-то задач просто так нельзя делать, ну, в силу постановки. Просто, ну, какие-то у вас ограничения задают, например, ресурсы, которые просто, ну, нельзя менять в плане того, что, ну, выходить за их пределы. Вот. Ну, и, соответственно, с точки зрения вообще решения задачи вот этой штрафной, нашей штрафной функции, увеличение ρ — это вообще ни разу не хорошо. Как вы понимаете, с увеличением ρ у вас просто растут некоторые свойства данной задачи. Например, константа липшица градиента. Даже несмотря на то, что, например, в ашке у вас может, аш у вас может представлять собой что-то в духе ах минус b, когда вы это возведете в квадрат, у вас там выскочит вот это ρ перед ним, ну, и, соответственно, вы начнете раздувать эту задачу, увеличивая ρ. При этом все еще будет болтаться исходная задача, то есть, которая, например, вот эта моя задача может быть у вас μ сильно выпуклой и L гладкой. Вот. Эту задачу… для этой задачи вы там с помощью, там, оценки спектра можете вычислить, что, например, она, там, λ гладкая и, например, не сильно выпуклая. Вот. Не сильно выпуклая просто потому, что матрица не очень хорошая. Вот. И тогда что, у вас константа просто липшится, будет расти градиента. Вот. А константа μ при этом меняться не будет. Вот. Потому что она тянется из исходной функции, которую вы не меняете. Вот. А тогда будет расти сложность, там, градиентного спуска, который вы будете решать штрафную задачу, ну, или, там, ускоренного градиентного спуска. Вот. С увеличением ρ. Ну, а, как мы поняли, ρ увеличивать вроде как надо, чтобы получать более качественное решение. И вот здесь в некотором смысле это борьба. Какое, что мне делать? Брать большое ρ и, соответственно, обузить мою исходную задачу. Ну, вот, сейчас штрафную задачу. Вот. Либо брать маленькое ρ, вот. Получать хорошую задачку с точки зрения вычислительных вопросов. Но вопрос, тогда, тогда возникают уже вопросы к качеству решения. Насколько оно удовлетворяет ограничениям. Так. В этой части все. Вопросы? Если нет, тогда перерыв. Так. Ну что, давайте продолжать. Давайте продолжать. И сейчас, как раз, вот разговор пойдет про второй метод, который сегодня хотелось бы рассмотреть. Он супер популярный. Все еще используется во множестве оптимизационных библиотек. Ну, давайте, во-первых, поймем, откуда вообще берется он и, соответственно, его интуиция. Смотрим на вот такую задачку. Тут я даже упростил. До этого у нас были произвольные ограничения. Теперь у нас ограничения типа равенств. Хорошо. Так. Пишем. Лагранжиан. Лагранжиан. Вот. Из Лагранжиана, как вы знаете, можно получить двойственную функцию. Вот. И, опять же, если у вас есть выполненные условия Slater, пожалуйста, решение двойственной задачи более чем… Точнее, даже максимизация двойственной функции, решение двойственной задачи действительно вам даст какие-то хорошие результаты. Ну, и, соответственно, да. Давайте попробуем сделать что-то в духе градиентного метода. Но не для исходной задачки или, как делали, экстраградиентный метод отрешивали Лагранжиан, а что-нибудь для двойственной задачи, ну, для двойственной функции. Определение двойственной функции, соответственно, выписано. Дальше что? Раз так как мне подвойственные функции нужно максимизировать, я делаю тоже, как бы, градиентный метод, только вместо спуска я делаю подъем. Иду вверх. Шаг альфа. Ну, и, соответственно, градиент, он тут берется по лямбда. По лямбда, понятно, потому что у меня единственная переменная функция G – это лямбда. Но просто функция G выглядит не совсем очевидно. То есть это вот минимум какой-то от Лагранжиана. Ну, давайте чуть-чуть это попробуем попереписывать. Это с прошлого слайда. А теперь я сделаю вот так. Я скажу, что вот XKT – это просто вот аргминиум, то есть то значение X, на котором достигается вот этот минимум. Вот. Я этот аргминиум нахожу и, соответственно, могу его подставить теперь вот в то выражение, которое у меня было здесь. Вот. И тут уже минимум пропадает. Согласны? Вот. Просто чуть-чуть переписал. Дополнительным шагом сделал вот эту минимизацию в явном виде. Нашел значение XKT плюс 1, на котором это все безобразие достигается. Вот. И подставил его в нашу задачку уже в шаг градиентного метода по двойственной функции. Все. Вся идея. Ну, соответственно, такой метод называется, соответственно, у нас двойственный подъем. Двойственный подъем. Популярный, понятный метод. Тут еще чуть-чуть переписал, потому что видно, что вот я этот градиент беру по лямбда. Вот это у меня от лямбда не зависит. Ну, а все, что осталось, соответственно, оно и влетело в градиент. Вот оно. Окей. Все. Двойственный подъем. Двойственный подъем. Во. Это вопрос важный. И тут, соответственно, два варианта. То есть в ADMM это тоже вопрос возникнет. Первый вариант. То, что у вас функция F является дружественность с точки зрения вычисления аргминимума. Ну, что это значит? Это то, что вы этот аргминимум просто считаете бесплатным. Вот. Такой концепции мы сегодня в доказательствах и будем придерживаться. Ну, единственное доказательство, которое осталось в исходимости ADMM, что вот функция просто, когда мы считаем этот аргминимум, ну, в явном виде дает вам ответ. Вы можете его потом выразить. Функция F простая просто-напросто. Так. Второй вариант. Второй вариант. Это то, что вы этот аргминимум честно считаете каким-то методом оптимизации. И тогда при анализе уже всего метода, который у нас здесь есть, двойственного подъема, вам нужно учитывать, что вот этот XCAD у вас выплевывается с некоторой ошибкой. Что это нечестный аргминимум, а это некоторая посчитанная с помощью численного метода версия этого аргминимума. Ну, и у вас есть какие-то гарантии, то, что XCAD и плюс один отличаются от реального аргминимума не сильно. Вот. На какую-нибудь там эпсилон. Ну, и, соответственно, эта ошибка, она у вас тянется и, понятно, будет влиять на итоговый результат. Ну, и пока предполагаем, что вот все дружественно, аргминимум мы считаем честно, технические детали, как учесть эту ошибку, мы уже не полезем. Вот. Чуть-чуть модифицирую исходную задачу. Поняли мы уже с вами то, что вот такого рода модификации делаются у нас за бесплатно. Она никак не влияет на нашу задачу. Вот. В силу того, что на множестве ограничений просто такая добавочка — это ноль. Вот. Пожалуйста. Градиент, аргминимум. Вот у этого аргминимума мы градиент не считаем. Градиент вот этого? Вот это? Смотрите. Мы решаем задачу минимума. Вот. У меня есть какой-то X, который просто дает этот минимум. Ну, это же задача оптимизации. Задача оптимизации. Есть значение минимум, а есть значение аргминимум, которое дает это минимум. Ну, пусть это X, я это обзываю X ката плюс 1. Вот. Ну и, соответственно, что? Если я знаю значение, этот вектор, на котором минимум достигается, я его могу подставить вот туда. Ну, я его и подставляю. Вот. Вот. И все. И получаю как раз минимум. Вот. Значение G в точке лямбда ката, который… М? А почему должно быть по-другому? Потому что это же какое-то значение. Каким оператором я действую потом, мне абсолютно не важно. Я вот вычислил значение функции здесь. Так. Ну и все. Зависит от лямбды. Да, может быть, тут надо что-нибудь еще выдумать. Да. Скорее всего, тут все корректно, потому что там есть какие-нибудь теоремы в духе Демьяна Ваданскина, где можно менять градиенты минимум местами. Вот. Ну, давайте будем считать, что вот так нам это просто нужно для некоторой интуиции. Вот. Я подумаю, что там нужно четко, чтобы четко это все выражалось. Вот. Скорее всего, нужно какие-то, да, действительно, условия докинуть. Но смысл вот такой вот. Находим XCata, делаем шаг. Так. Хорошо. Про добавочку. Добавили вот эту трошку. Ни на что она не влияет у нас. Лагранжан чуть-чуть поменялся в связи с этим. Добавилось вот это вот дополнительное, дополнительный кусочек. На самом деле его добавляют обычно не для того, чтобы как-то в теории что-то получить. Это скорее вот он выполняет функцию регуляризатора, чтобы задача, например, стала иметь более классные свойства в плане сходимости. Вот. Вот. Чтобы обеспечить устойчивость сходимости. Потому что исходная задача, она просто выпукло-вогнутая, если у вас функция F выпукла. Вот. И какие-то свойства сходимости действительно могут, ну, быть не самые классные в связи с этим. Добавляю вот этот регуляризатор, чтобы просто улучшить качество сходимости на практике. Вот. С точки зрения теории это не особо нужная вещь. То есть в первую очередь вот такое добавление, которое называется агментация, это практический трюк. Вот. Ну и, соответственно, для него тоже можно записать вот двойственный метод типа двойственного подъема. Только здесь единственное что меняется, а, Лагранжан на уже аугментированный, вот с этой добавочкой. Плюс специально, специально меняют шаг. Вот. Был какой-то шаг альфа, берут его равным ρ, где ρ это вот ровно этот параметр аугментации. Ну, просто так делают, чтобы избавиться от двух параметров. Потому что ρ это в некотором смысле параметр вашего метода, насколько нужно его взять большим, маленьким и так далее. Вот. Плюс шаг еще это параметр метода. Два параметра подбирать, в принципе, уже не так приятно. Поэтому почему бы их не объединить и решают сделать вот так. Ну, вот такой вот метод двойственный подъем. Нам, в принципе, он особо и не нужен сейчас, просто чтобы понимать идею, откуда это все безобразие берется. Вот. А то, что нам нужно сейчас, это вот такая вот задача. Видно, что она становится сложнее. То есть тут появляется вторая группа переменных, это y. То есть теперь есть не только x, по которым мы минимизируем, есть еще и перемены y, по которым мы также минимизируем. И ограничения у меня становятся более такими сложными. Это уже сумма двух. a, x, b, y равно c. То есть вот такой вот длинный вектор у меня появляется. Вот. На самом деле, если покопаться в применениях как раз ADMM метода, то становится понятно, откуда берутся вторые функции здесь. Ну, например, давайте я просто какую-нибудь так, на вскидку сделаю задачку, чтобы было понятно. Не знаю, скорее всего, на семинарах даже сталкивались с чем-то таким в духе того, что, ну, возникали какие-то другие. Вторая группа переменных для минимизации, по которой нужно было минимизировать. Она возникает чаще всего искусственным образом. Ну, вот какая-нибудь классика машинного обучения. Функция потерь, линейная модель плюс регуляризатор. Я думаю, уже в некотором смысле вы с таким знакомы, да? Ну, что у нас тут действует просто. Датасет умножается на x, получается линейная комбинация. Дальше штрафуете с реальными лейблами. Как вот на такую задачу можно посмотреть чуть по-другому? То есть вообще это безусловная задача. Вы ее в том числе в домашнем задании решали. Безусловно. Но что я могу сделать? Я могу сделать вот так вот. Я могу ввести дополнительные ограничения. Ну, давайте я вот сюда y напишу. Вот. y. x у меня остается из rd. y вводится новый. Не обязательно даже из rd. Давайте пусть будет rn. Вот. Вот. И добавляется ограничение, что у меня y равен ax. Вот. Видно, да? Ну и, соответственно, да, появляется вот такая вот задача, которая написана здесь. По факту, из исходной там задачи машинного обучения, что довольно просто. на самом деле вот такого рода задачи не возникают очень много где. То есть там прямо целая книжка есть про то, как вот можно разные задачи переформулировать под вот такую, чтобы решать ADMM. это один из примерчиков. И часто действительно y это просто вспомогательная группа переменных. Ну и тут, кстати, видно то, что у меня вот эти функции f и g действительно могут быть довольно дружественным, потому что l и r, ну это какие-то, l это loss-функция, r регуляризатор. Чаще всего это простые функции. Вот. А когда вот, соответственно, l уже идет в придачу вместе с матрицей A, там не так все хорошо. Вот. Понятно, что там за матрицей A меняются свойства, а теперь мы как бы вытащили матрицу A в ограничение. Ну и, соответственно, у меня теперь l болтается одна, и я могу все ее там хорошие свойства, но она, например, тоже может быть обычная квадратичная там какая-то функция в духе там y минус b в квадрате. Вот. Я ее могу использовать. Она действительно будет дружественной с точки зрения вычисления каких-то аргминиумов по ней. Так. Это, соответственно, 1. Дальше агментацию добавляем. Пишем lagrangian. Вот. Легко проверить, что такой lagrangian порождает выпукловогнутую задачу, если у вас, давайте допишу f и g выпуклые. f и g выпуклые, получается выпукловогнутая седловая задача. Ну окей, хорошо. Это, в принципе, мы с вами видели и для более простой задачи без агментации и без… это проверять не будем, можно как упражнение это сделать. так. Так. И, соответственно, вот так вот выглядит метод ADMM. Та же самая идея, что в двойственном подъеме. По переменным минимизации как бы делаем минимум, вот, а потом делаем шаг спуска по переменной максимизации. Вот. Только вот здесь вот ключевая особенность, почему он и называется ADMM, что у вас здесь alternating direction, alternating direction method of multipliers. Multipliers понятно, потому что у вас двойственные множители. А alternating direction, потому что вот в двойственном методе у нас была минимизация по x, здесь у нас минимизация по x и y. Вот. И по факту, если переносить двойственный метод прям дословно, то вы должны вот вместо вот этих двух строчек, которые я вот здесь вот написал, вот этих двух строчек, заменить их на одну строчку поиска минимума по x и по y одновременно. Вот. Но здесь поступают в некотором смысле и три, упрощая задачу. Вы сначала минимизируете по x при фиксированном y и лямбде, а потом минимизируете по y. Вот. И получается, вот это как-то называется альтернированная минимизация, когда у вас там функция зависит от двух групп переменных, и вы сначала по одной минимизируете, потом по другой, потом еще раз по одной, по другой. Но здесь просто сначала по одной, потом по другой, поэтому он и называется alternating direction. Потому что вот есть у вас два этих шага, сначала по x, потом по y. Окей. Вот. Так вот выглядит ADMM. Немного страшная идея такая, с точки зрения практики понятная. Вот. И действительно это классно работает. Сейчас попробуем доказать, как это все безобразие сходится. Вот. Буду доказывать чуть-чуть другую версию. Что-то у меня не схлапывалось вчера доказательства предыдущего алгоритма. Я чуть-чуть поменял строчки. У меня до этого в предыдущем алгоритме x вот здесь вот был. Вот. Я сначала по x делал минимизацию, потом по y, потом делал шаг по лямбде. Здесь, ну, на самом деле ничего особо и не меняется. Я сначала по y делал минимизацию, потом шаг по лямбде. Вот. Потом минимизацию по x. Но это же по факту то же самое. Если я цикл запущу, вот у меня что прошло? y, лямбда, x. Окей. Ну, а я же могу как говорить? Вот так. Сейчас я, например, нахожусь на минимизации x, перехожу на следующую итерацию, буду уже минимизировать по y и потом по лямбда. Но это ровно то же самое, что было. Это только в начальных итерациях будет работать чуть по-другому, потому что вы сначала обновляете y, потом лямбда, потом x. Но по факту, если правильно инициализировать там предыдущий алгоритм или этот по-другому инициализировать, то они совпадут. Я просто чуть-чуть поменял порядок, но суть-то осталась та же. Вот. Какие действия, как в цикле выполнять, но тут особо это не важно. Что-то у меня просто не получалось с предыдущим, здесь получилось полегче. Вот. Покрасивше доказательства. Давайте я вам вот это оставляю. В принципе, это в презентации у вас есть, и мы сейчас пойдем это доказывать. То есть метод видите, лагранжан видите, потому что на слайдах у меня этого доказательства нет. Будем, соответственно, все это доказывать сейчас в режиме реального времени. Поехали. Давайте что-нибудь поделаем. Давайте вспомним вообще, что происходило в доказательстве. вот, например, какой-нибудь экстраградиентного метода или градиентного спуска. Но у нас же вот что-то вылезало в духе f от x, ну там kt, например, xkt минус x со звездой, ну или здесь просто x стояло, а справа было что-то в духе xkt минус x в квадрате минус xkt плюс 1 минус x в квадрате. Так? Ну, в качестве оператора f у вас там либо был просто градиент f от xk, либо градиент по x, антиградиент по y, например. Ну вот, что-то вот такое, да, было. Теперь вот хочется получить что-то вот то же самое. Вот такого рода результат, похожий вот на вот это, но для dmm-метода. Для dmm-метода, ну, соответственно, что? Если не знаете, что делать, в принципе, для градиентного спуска это тоже стратегия работает. Вот. Берете строчку и пишите для нее условия оптимальности. Вот. Просто для градиентного спуска там условия оптимальности считайте записаны за вас. А тут, видите, вы arg-минимум должны искать. Должны искать arg-минимум. Вот. По, у нас в первом случае по y. Да. По y давайте писать условия оптимальности для вот строчки с y, это строчка номер 2. Как она будет выглядеть, кто понимает? Условия оптимальности, градиент равен нулю. Алгоритм перед вами. Так. Так. На облаже от y. Дальше что? Там еще ро болтается. Вроде как. Нет? Или не болтается? А, там с лямбдой. Да-да-да-да-да-да. На облаже. Да. Все правильно. Сначала. Дальше что у нас там? b транспонированная лямбда. Все правильно. Дальше. Дальше с ро. Поехали. Ро. Что там будет? С ро. Кто понимает? Там квадратичная просто задачка. Как из нее градиент быстро взять? b транспонированно выскакивает из-за скобки, как множитель просто перед y. А дальше скобка просто остается. А в скобке у нас, соответственно, ax плюс by минус c. Так? Это просто условие оптимальности записано. Только тут единственное, что нужно выставить, это написать α kt x kt. Вот. Но это все равно нулю. Так? Все понимают, что произошло. Я просто для строчки, где выбираем аргминимум по y, написал условие оптимальности для этой задачи, приравнял градиент к нулю. Но это же условие эквивалент тому, что как раз оно выполняется для y kt плюс 1, так как он же аргминимум у нас. Согласны? Так. Дальше по λ. По λ там довольно просто, потому что там, видите, там все записано. Я просто вот так и оставлю. Давайте я выпишу вот так вот. λ k плюс 1 минус λ k равно ρ a x k плюс b y k плюс 1 минус c. Так. И аналогичную вещь мне надо еще записать для x. По x мы тоже аргминимум берем. Поэтому записываю для него f x kt плюс 1. Так. Дальше, соответственно, что? Будет выскакивать a транспонированная λ k плюс ρ a транспонированная a x k плюс β. Так, только тут надо не ошибиться. λ k плюс 1 там. y k плюс 1 минус c равно 0. Все? Понятно здесь, да? Просто я выписал для каждой строчки условия оптимальности. Для строчки с λ я просто вообще там ничего не выписывал, приравнял. Аргминим. А, да, 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 да. Вот. Здесь окей. Так. И теперь вот хочу чуть-чуть поиграться. Давайте мне для этой задачки, чтобы привести к тому виду, который у меня наверху, нужно найти вот оператор f. Оператор f, который там... Ну, давайте я от z буду обозначать. z у меня пусть будет это вектор x, y, λ. Вот. А оператор f в данном случае это просто градиент по x, так, градиент по y и антиградиент по λ. Это ровно то же самое, как мы с вами делали для экстраградиентного метода. Вот. Там потом, когда вы эти градиенты подставите, вот вы для этого потом просто выпуклостью воспользуетесь или выпуклостью-вогнутостью, у вас там все красиво будет схлапываться, будете получать значение просто разности функций. Вот. Окей. Здесь я выражаю, что градиент по x это будет у меня что? Градиент f от x плюс a транспонированная λ. Хорошо. Так. И что-то... Что еще? Да. А, давайте я вот так еще. Давайте тут без ρ. Пусть будет обычный Lagrangean без ρ. Вот так. По λ у меня будет чему равен градиент? Это будет просто a x плюс b и... А, нет, это по y. По y мне надо сначала. По y там будет набло g от y плюс b транспонированная λ. И по λ антиградиент это минус a x плюс b y минус c. Вот. А важная деталь, что здесь я убрал вот эту рожку и смотрю на Lagrangean без рожки. Вот. Потому что по факту, ну, рожка, как мы понимаем, она в реальности на решение исходной задачи не влияет. А мы, когда делаем именно... Решаем методом Lagrangean, мы ведь не штраф вводим. То есть мы реально решаем исходную задачу и хотим получить решение исходной задачи. Вот. Я убрал здесь рожку. Ну и, соответственно, да, мне хочется теперь, видимо, получить, так как вот здесь вот у меня возникают f от x катый градиент, g y катый плюс 1, но я хочу, видимо, получить f от z катая плюс 1. Вот. Вот его скалярное произведение на что-то. Лучше вот на что-то вот такое. Так. Хорошо. Хорошо. Давайте попытаемся это сделать. Как-то погруппируем, перегруппируем. Вот. В принципе, вот для икса уже что-то вырисовывается такое вот хорошее. f x катая плюс 1 плюс а транспонированная лямбда. к плюс 1. Так. Равно. Так. Равно. Ро. А транспонированная. Ах 1 плюс b y k плюс 1 минус c. Так. Ах. Так. Ах. Ах. же yk плюс 1 но вот тут с бэшка не совпадает тут не лямбда к плюс 1 стоит вот поэтому я добавлю вычту здесь поставлю бы транспонировано лямбда к плюс 1 но вот тогда справа мне нужно будет это компенсировать я все еще напишу ра дать вот я вот ра у меня точно это остается 2b транспонированные а xk плюс b yk плюс 1 минус c вот и тут добавила вы нужно добавить и вычесть то есть b транспонирована лямбда к плюс 1 минус лямбда к вот это компенсация за то что я вот здесь вот поменял точку справа да да справа давайте вот здесь поставлю тогда вот минус вот сюда вот хорошо так и мне осталось чуть-чуть опять же поиграться вот с этим с градиентом по лямбда чтобы у меня были антиградиент по лямбда а это должно мне вылезти соответственно минус а xk плюс 1 плюс в скобочках это все так ага и теперь это так 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 что там вылезет один делить на ро лямбда к плюс 1 минус лямбда к так вроде все норм и соответственно из-за того что я вот здесь менял точку мне ее нужно компенсировать вроде бы правильно так так хорошо вот такого какое-то вот такое вот у меня выражение получилось и смотрите какую тут замечается такая особенность такая особенность которая на самом деле возникает в градиентном спуске мы просто это так не расписывали тут вылезают разности соседних значений вылезают разности соседних значений вот единственное что вот вот с этими выражениями до конца непонятно что делать потому что там пока вот такой вот такая красота не вылезла но на самом деле ее можно сейчас по вытаскивать сейчас по вытаскивать и этим и и займемся ну давайте сейчас и как 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 мы это сделаем как мы это сделаем поргалку свою глянуть все понял так делается следующее делается следующее смотрите у нас мы знаем что лямбда к плюс 1 минус лямбда к это про а x к плюс б и грек к плюс 1 минус с вот а здесь то по факту это же и возникает только еще умноженное на б транспонированное поэтому здесь меняемся просто тогда меняем вот это выражение на лямбда к плюс 1 минус лямбда к вот так народ так то так а убрать рода убрать рода все поменял осталось верхнее выражение там чуть чуть более проблемно конечно там опять нужно чуть-чуть точку поменять x к плюс 1 плюс b и грек к плюс 1 минус c и тут из-за того что я точку поменял у меня ро а x к минус x к плюс 1 вот вот такое вот выражение по факту меня вот это там стоит умножить на транспонированное а транспонированное а мне нужно будет соответственно это все поменять на а транспонированное лямбда к плюс 1 минус лямбда к минус а транспонированное ро а x минус x к плюс 1 согласны ну вот что-то вот такое что-то вот такой вся соль теперь у меня все везде выскакивают вот эти разности вот эти разности давайте я это перенесу на следующую страничку и и мы с этим раз красиво обойдемся красиво обойдемся так вот я хочу вот это все безобразие записать виде матрицы я хочу это все записать в виде матрицы так ну давайте попробуем это сделать так матрица p и от она умножается на вектор x к плюс 1 минус x к на вектор y к плюс 1 минус y к на вектор лямбда к плюс 1 минус лямбда к вот надо найти сейчас вот эту матрицу найти вот эту матрицу ну давайте искать так ну что у меня тут как-то у меня все безобразие умножается первой строчки у меня вылезает лямбда и и вылезает разница по иксам с иксами на вылезает положительное а транспонировано аро так дальше по игрекам ничего там не вылезает полям там вылезает отрицательное а транспонировано во второй строчке у меня лезет только разница по лямбдам да по лямбдам я правильно вообще записал там он зануляется ну ладно пока напишем как есть 00 по лямбдам пол там получается 2 бета транспонировано с минусом и в последней строчке у меня опять вылезает а 0 1 делить на ро и на единичную матрицу так вот что-то типа такого то что-то типа такого кажется я где-то вот на косипорил вот здесь должен быть ноль вот где-то я заняться знаками напутал где-то я чуть-чуть напутал со знаком тут так это я откуда брал для y я записывал подставил здесь конечно так подставил ну вот здесь видимо где-то минус должен быть потерял этот минус вот этого множителя не должно быть так ладно поверим нас на что тут ноль получается вот такая матрица получается вот такая матрица и на самом деле это уже считайте финал доказательства вот потому что что у нас получилось у нас получилось что f от x к плюс 1 ну это очень похоже на то что мы всегда получали так равно п на разницу давайте только не x а z тут z у меня полный этот вектор это вектор из иксов и греков и лямбд вот как раз у меня вот это f z к плюс 1 он равняется как мы поняли матрица умножить на просто на превращение z к при а вот здесь да вот правильно это правильно вот супер так и здесь я еще должен скалярно домножить на z к минус z вот вот хорошо хорошо так дальше что делается дальше что делаем дальше вот это вот то что у меня написано расписываем чуть по хитрее ну то есть это вот на самом деле скалярное произведение вот которое второе она просто выражается через нормы ну точнее к такие немного хитрые нормы вот давайте я запишу выражение и и мы просто там посмотрим увидим что она действительно выполняется zk минус z на p так минус 1 2 zk плюс 1 минус z p zk плюс 1 минус z и здесь соответственно минус 1 2 да все правильно zk минус zk плюс 1 p zk минус zk плюс 1 вот договорились договорились давайте посмотрим что это действительно так что тут я вам нигде сильно не не наврал так какого рода тут вообще слагаемые могут встречаться z на p на z вот было ли оно у нас до этого такого у нас до этого не было но оно и уничтожится вот оно соответственно уничтожается вот здесь вот так вот времени просто не так много остается вот давайте вот это утверждение она просто в качестве упражнения тут действительно не ничего такого сверхъестественного это нужно просто раскрыть аккуратненько вот смотрите смотрите что еще хорошо вот эта матрица положительно определенная вот тоже можно спокойно проверить вот что она действительно является положительно определенной ну чё у вас там если эти нули убрать вот этот крест нулевой у вас останется матрица 4 на 4 а транспонированная а минус а транспонированная а ну и того ноль до в детерминанте миноры у нее положительные вот она действительно положительно определенная а значит с помощью вот этой матрицы можно индуцировать норму вот и она на самом деле здесь и индуцирована вот потому что видите вот здесь вот видите вот вот это выражение которое написано вот это я же могу например взять корень из матрицы и вот так вот ее раскидать она еще и симметричными вот и сделать что-то типа такого то есть получается что это просто не обычная евклидова норма а такая норма которая порождена матрицей вот обозначается это вот так вот и это ее просто определение матричная норма например вот которая порождена матрицей а норма матрицы порождена порожденной матрицы это просто а x так вот вот на эту матрицу мы просто умножаем вот это оно и есть и здесь соответственно в чем не вылезает zk минус z по норме p в квадрате квадрат еще минус zk плюс 1 минус z по норме p в квадрате и минус zk плюс 1 минус zk квадрате по норме p окей вот ну вот такое вот выражение получается то есть видно что уже получили что-то очень такое прям то что хотелось вот вот это оператор скалярное произведение оператора на точки на нужную нам разность а здесь разность норм разность норм то есть там kt минус k плюс 1 и что какая-то вообще отрицательное отрицательное не положительно которое мы можем просто убрать и сказать что я нету вот ну потому что оценка же сверху пишется вот и я могу здесь просто поставить знак меньше либо равно вот все то есть получили то что мы обычно получаем так дальше дальше делаются стандартные шаги кто помнит как там вот f к превращалась для седловых задач в разность кто помнит что там нужно было сделать когда мы экстра градиент доказывали вот как мы дальше расписывали вот этот для седловой задачи вот эту f да по выпукло вогнутости то есть мы говорили что у нас по x там было выпукло поэтому там возникнет разность нужная так ну давайте я здесь тогда напишу l x давайте я вот так вот для вот это я напомню как делается а вот для нашего случая там аналогично все это проделывается x x x давайте катый лямбда катый 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 x а здесь лямбда катый лямбда вот у нас вот что-то вот такое и мы соответственно это снизу это сумма просто и мы снизу это оцениваем по выпуклости по x у нас функция выпукла как мы это можем оценить как l x катый лямбда катый минус лямбда x катый x лямбда к так это просто выпуклость по x у я первую строчку расписал так вогнутость по y вогнутость по ой не по не по y а по соответственно лямбде по лямбде она что даст мне x катый лямбда так минус x катый лямбда к это вогнутость вот здесь вот вогнутость выпуклость вот и что в итоге это дает это дает то что у вас уничтожаются вот эти кусочки остается l x лямбда к с минусом плюс l x лямбда вот а дальше мы как максимизировали по лямбда минимизировали по x и получали критерий gap да зазор окей согласны кто помнит что мы действительно так делали когда доказывали там для экстра градиента вот и здесь то же самое у вас возникает вот это же выражение здесь вот оно вы его расписываете у вас получается здесь l по переменной максимизации здесь x катый y катый только с плюсом а плюс 1 плюс 1 лямбда и соответственно здесь l x y лямбда к плюс 1 вот это слева справа что вы соответственно дальше делаете суммируете суммируете по всем k от 0 до k минус 1 внизу все уничтожается кроме нулевого и последнего последний с отрицательным знаком соответственно его просто убираем остается вот такая вот разность и z нулевого минус z по этой норме раскрываете соответственно по эту норму по определению все и все красиво получается получается сходимость здесь у вас тоже все суммируется по jensen по выпуклости вогнутости вы приходите к средней точке вот показываю теорему как выглядит вот она средняя точка вот она z в квадрате матрица та же самая матрица ты знал как выглядит у меня было как бы это лагринджан нулевой то есть без рожки понятно да ну и кратенько про ADMM это действительно метод который является там ключевым во многих solver в том числе который вы будете проходить в рамках этого курса более того во многих solver он является дефолтным то есть если вы не указываете конкретный он использует ADMM связано с тем что вот та постановка которая вроде как казалось кажется не особо не не особо казистой с иксами с игреками она на самом деле действительно включает в себя очень много частных случаев вот и поэтому ADMM реально покрывает ну большой спектр задачек который необходимо решать на практике именно вот такой вот выпуклой оптимизации с ограничением вот ну и такая что ли ключевая его особенность то что вот здесь вот штраф то он все же не как вот в методе штрафных функций это прям так необходимая вещь которую нужно устремлять к бесконечности и делать большим здесь вспомогательная вещь для ускорения сходимости потому что по факту вы решаете задачу лагранжа вы решаете седловую задачу и вы могли бы ее решить и без от этого дополнительного штрафа штраф это регуляризатор здесь бесплатный регуляризатор который не портит саму задачу но улучшает именно сходимость на практике вот вот это вот такая ключевая особенность отличие от тех штрафов которые мы работали с вами в начале лекции все спасибо в конце немного сумбурненько ну да ладно все спасибо